Валерий Седов С наступлением весны и теплой погоды лед на реках начинает таять. Его толщину регулярно измеряют сотрудники ГИМС. Заодно лично проверяют традиционные места скопления рыбаков. Герман Гущин ушел в рейд вместе с инспекторами. С помощью бурой специальной линейки сотрудники ГИМСа измеряют толщину льда. Несмотря на его хрупкость в некоторых местах уже видна вода. Впрочем для фанатов зимней рыбалки пока терпимо. Все запреты и предупреждения они предпочитают обходить. При этом выходят на водоемы даже без средств спасения. И на этот раз завидев сотрудников МЧС все удельщики разбежались. Поймали только одного. Все, я тебя зашел на пять минут. Ледние? Прошу. Ну, в основе, так, конечно, позволяет еще пройти средства безопасности. Ну, с собой не берете, наверное. Я готов, слушаю, на 15 минут. Ну, а какая разница? Ну, хотя бы вы знаете, что надо пройти? Я сейчас иду. Знаю, да, конечно. Ну, у нас убедительные просьбы не нарушают. Все, все, все. С весенним по воду. За всю зиму в Рязанской области был зафиксирован только один несчастный случай. В Михайловском районе на пруду утонули дети. Но это, скорее, исключение из правил. По словам сотрудников ГИМС, эта зима прошла в спокойном режиме и без серьезных ЧП. Старший инспектор по маломерным судам Александр Гришин напоминает, сейчас на всех водных объектах проверять своим весом толщину льда запрещено. Так же, как и в зимнее время, серьезнее относиться к своей жизни. Брать предмет с собой безопасности. То есть необходимо взять пешню, линейка должна быть, чтобы промерили лед, спасательный жилет, тот же самый конец Александрова. Заметили, кто-то провалился, да, либо вы сами провалились, могли воспользоваться средством безопасности и вас могли спасти. В Рязанской области Центр управления регионом МЧС России по региону разработали специальную интерактивную карту. На ней всевозможные зоны подтопления в нашей области. Их обозначили синим. На данный момент со всеми муниципальными образованиями проводится КЧС, то есть реагируется план, разрабатывается по действию в половодный период. В тех затонах, в которые мы заходили по Барковскому с вами затон, да, и видели, что там есть еще лед находится в этом. Толщина на данный момент сегодняшнего нашего контролирования, она еще позволяла выйти на лед, но в связи с тем, что сейчас весна, ситуация меняется ежедневно. Карту будут обновлять ежедневно. Данные на нее заносят на основе информации от МЧС, а также сообщений граждан. Все актуальные сведения незамедлительно передаются в МЧС. Мониторинг предстоящего половодия на контроле. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В Управлении уголовного розыска МВД России по Рязанской области состоялась встреча молодых сотрудников подразделений уголовного розыска с руководителями и ветеранами ведомства. Поделились опытом, провели экскурсию по музею. Подробности далее. Вот находитесь дома, случилось преступление. Откуда вы знаете, кто это совершил? Вы выходите, встречаете с человеком, с одним, со вторым. И единственное, произошла информация. Евгений Кудряшов – ветеран уголовного розыска. Полковник милиции в отставке сегодня выступает перед молодыми сотрудниками уголовного розыска. Делится опытом, рассказывает историю из практики. При этом советы не о том, как правильно носить форму. Главное – оружие, говорит ветеран, которое необходимо всегда носить с собой. Голова и план опроса. Работать, 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 еще раз работать. Потому что, да, пример со старших. В каждом отделе, в каждом отделе, есть ребята, которые постарше, и на них, когда посмотрит молодой, видит, что он что-то знает, он что-то умеет. Лучше его. А чтобы самому подтянуться к его уровню, он поближе должен к нему. Полковник добавил, что его совет адресованный старшим товарищам. Молодежи нужно помогать. В его молодости, например, сотрудники с разных районов на летучку собирались регулярно. Здесь и опытом поделиться можно, и новости последние узнать. А что важнее всего, такие встречи сближают коллектив. Бакаров сейчас работает. Каждый день в том же начале, что он делал был на пенсии. Вместе с коллегой Иваном Зайцевым полковники провели экскурсию по музею и залу боевой славы уголовного розыска. Здесь за стеклом памятные экспонаты, медали, ордена, кубки и личные вещи из архивов сотрудников УГРО. Как раз такие награды задают высокую планку, которую надо держать, говорят молодые оперативники. На профессионализм, прежде всего, на их опыт, потому что это люди, которые действительно знают гораздо больше, чем любой из молодых. Они уже прошли столько всего, то есть им действительно есть чем у нас научить, что нам показать, что нам рассказать. То есть я смотрю на них с уважением и с признанием их опыта. Лица молодых оперативников скрыты. Все они, что называется, работают в поле, принимают участие в оперативно-розыскных и оперативно-профилактических мероприятиях. С каждым днем все лучше познают профессию, чтобы составить достойную смену. В Рязани подвели итог деятельности библиотек за 21 год. Мероприятие прошло в стенах библиотеки имени Горького. На совещании собрались руководители государственных и муниципальных библиотек Рязанской области. Объем библиотечного фонда снизился почти на 60 тысяч экземпляров. Упало и число пользователей. Вот только статистика это не 20-го пандемийного года, а вполне благополучного 19-го. Так, честнее. Зато самих посещений, как и мероприятий, стало больше. Можно сегодня, подводя итоги, сказать, что библиотечное сообщество Рязанской области справилось с теми задачами, которые мы ставили перед собой. Наша область, министр культуры Виталий Юрьевич Паков и я были удостоены в рамках Общероссийского дня библиотек впервые учрежденные наградой Министерства культуры Российской Федерации за вклад в развитие библиотечной сферы Рязанской области. Это результат нашей коллективной работы. Наталья Гришина добавила, что Рязанское библиотечное сообщество свои основные показатели выполнило. Сегодня в приоритете изменения в деятельности модельных библиотек и внедрения менеджмента качества. Библиотеки нового типа у всех на виду, поэтому внимание к ним пристальное, как со стороны общественности, так и со стороны правительства. Сегодня занимаем передовое первое место в Центральном федеральном округе по числу библиотек победителей. В прошлом году это семь библиотек, и каждая из этих библиотек предмет нашей гордости несомненно. В этом году это еще пять библиотек. Это непростая работа, связанная с жесткими сроками, с поставками оборудования. Время диктует свои вызовы. Новые вызовы – это наращивание объемов. В этом году на пополнение библиотечных фондов в Рязани потратят 6 миллионов рублей, чтобы быть на рынке конкурентоспособными. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В пунктах временного размещения Рязани по-прежнему остается около 600 беженцев, больше половины из них – дети. По просьбе гостей их навестил священник. Такие встречи в Рязанской епархии обещают сделать регулярными. Духовная поддержка – это то, что необходимо этим людям прямо сейчас. Наконец-то небо над головой мирное, не надо вздрагивать от резких звуков и летящих самолетов. Но память пока не дает им уснуть. Ни продуктов, ничего не было, ни воды не было, ни света не было, один газ только был. Ну и стреляли, день и ночь стреляли в военной форме. Без России мы вообще никто и никак. Нас бы уже не было без России. Самые близкие со мною – внук, внучка и правнуки. Это все, что у меня осталось в 2014 году, когда была война. У меня там погиб сын, дочери не стало. Поэтому, когда только начали стрелять, я сразу собрала внучку, правнука и приехала сюда. Мы так 8 лет слышали эти взрывы, снаряды, видели это все. Не хочу. Пошли на рыбалку и градом нас обстреляли мирные жители, 10 человек. Двое братьев погибло у меня, двоюродных, рядышком. И я, получается, ранена, серьезно была. И еще один человек, Леша Макаров. Он инвалидность даже получил. Психологические травмы с этими людьми теперь надолго. Но вернуться к обычной жизни им помогают разговоры о Боге. Приес священника, игумена Луки в пункте временного содержания ждали с нетерпением. Настоятель Спаса Преображенского Пронского монастыря уже знал, какие слова поддержки от него ждут эти люди. Конечно же, нуждаются в ощущении этого нашего единства. И в Господе, во Христе единство, единство как братьев и сестер – это дело благодатное. И не только для них, но и для нас. Потому что, конечно, иметь возможность утешиться единой верой, иметь возможность преподать Христа его благодать тем, кто пережили столько и сейчас находится вне своих домов, вне своего жизненного пространства, которое составляло для них много десятилетий, дом родной. Конечно, это лучшее благодатное утешение. Люди, оказываясь в подобной ситуации в нашем городе, не от хорошей жизни сюда приехали. И поддержать ближнего в трудную минуту – это долг, ответственность, радость и честь для любого христианина. Без понимания служения Богу все остальное становится абсолютно ненужным. И, напротив, помогая ближнему, мы служим Богу, что является основой нашей жизни. Молебны для беженцев с Донбасса обещают сделать регулярными. Но сами люди хотят сегодня большего. Кто-то молитва слов, кто-то нательный крестик. Главные вопросы – где набрать святой воды и можно ли посетить церковь лично. Все адреса ближайших храмов наши люди уже получили. Как и приглашение совершить паломническую поездку в Спасопреображенский Пронский монастырь. Партнер программы «День города» – выставка «Свежие рыбы и икры». Самые вкусные, а главное – свежие деликатесы ждут вас на первом этаже торгового центра «Премьер» у центрального входа. 27 марта на сцене Рязанской областной филармонии развернулся единый центр театрализации. Все театры Рязани собрались на одной сцене на Большой Капустник. Искусство, как известно, лучшее средство от хандры. Вот любимые артисты и предложили зрителям во Всемирный день театра укрепить иммунитет, закалить характер. Интересно, актуально и весело. Доктор Айболит, доктор Живаго, доктор Чехов и гомеопат Чиполлино из Италии. Вылечить без культуры Рязани этим персонажам удалось за один вечер. Вместе они создали четырехкомпонентную вакцину из выступлений каждого театра нашего города. Кукольники привнесли сказочности. Ведущая Баба Яга перевоплотилась в прекрасную даму, а Змей Горыныч исполнил частушки. Музыкальный театр предоставил свое творчество. Артисты балета и оперетты с юмором и присущей их родному жанру музыкальностью рассказали о своей деятельности. С юмором, кстати, в этот чудесный вечер на сцену выходили все. Мне хочется еще сегодня поблагодарить наше театральное сообщество за большие сердца, потому что они и волонтеры, и добровольцы, и они никогда не остаются в стране. Давайте поаплодируем нашим театрам. Да, действительно, губернатор Рязанской области Николай Викторович Любимов, по его поручению мы закрыли два театра, это и ТЮЗ, и театр драмы. Действительно, театр драмы уже закрыт на ремонт, а театр на Соборный или ТЮЗ в планах тоже закрыть, на реставрацию. И на эту тему было немало шуток в ходе капустника. Даже официальная часть награждения отличившихся театралов и то прошла весело и задворно. Почти полный зал, прекрасное настроение, искрометный юмор – это большой капустник. Если пропустили в этом году, непременно запишите к посещению в следующем. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В Рязань снова вернулась выставка продажи «Край и рыба Камчатская». И уже с момента открытия рядом с прилавком образовалась очередь. Рязанцы хотят попробовать дары Камчатского края. Дары Камчатки снова в Рязани. Выставка продажи «Край и рыба Камчатская» вновь расположилась у торгового центра «Премьер». И готова порадовать рязанцев вкусными рыбными деликатесами. Чарующий аромат и богатый ассортимент камчатского улова. Чавыча, нерка, палтус, омуль и белорыбица. Все эти дары Камчатки рязанцы любят за неповторимый вкус и свежесть. Как говорится, здесь на выставке продажи представлена продукция для настоящих гурманов. Я белорыбицу купила. Я первый раз. Покупаю первый раз здесь. Наверное, приду немножко еще куплю. Белонерку холодного копчения. Кианическую, морскую. Первый раз здесь покупаете? Нет. А как вам вообще рыба? Нравится? Нормальная. Хорошая. Любую ем. Вот. И холодном копчении, горячего покупаю. Как говорят покупатели, они с нетерпением ждут приезда мобильной ярмарки. И всегда следят за рекламой. Ведь выставка продажи икра и рыба Камчатская в нашем городе пользуется просто бешеным спросом. И купив здесь рыбу или икру, хочется возвращаться вновь. Телевизор увидела рекламу. И решила рыбку купить. Красное, чавычу, филе хочу взять и икру. Очень вкусные, хорошие, свежайшие. Я советую всем купить. Я брала белорыбецу, палтус и чавычу. Камчатский край невероятно богат на рыбу. Природа в своем первозданном виде. Огромное количество озер и рек делают этот край невероятно привлекательным для рыбаков. А весь улов – это экологически чистая продукция, уверяют продавцы. Купила белорыбецу и чавычу бабушку очень захотела. Я вообще люблю красную. А этот заказ был для бабушки. Выставка продажи икра и рыба Камчатская расположилась у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом. Она проработает до 2 апреля включительно. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки! Чавыча, красная икра, белорыбеца – все от производителя. С 28 марта по 2 апреля. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин